Мир вам, дорогие братья и сестры! Всех сердечно приветствую! Продолжаем нашу неделю молитвы. И сегодня наша молитва особенная. Молитва о миссионерах, благодарность Господу, о миссионерах, которые есть, которых и мы поддерживаем в нашей Церкви. И также молитва о всех тех, кто находится в трудных обстоятельствах, кто находится в переживаниях, чтобы Господь благословил и был близко. Свидетельства об истине, личное и во всем мире. Будем молиться и за нашу страну. Я думаю, вы знаете то, что происходит там, в Ди-Си. Будем молиться, чтобы Бог благословил и нас благословил, и чтобы мы могли действительно быть Его свидетелями, несмотря ни на какие обстоятельства. Склонимся, помолимся, обратимся к Господу. Отец наш Небесный, мы к Тебе приходим. Благодарим Тебя сердечно за то, что сегодня, в этот день, мы можем собраться вместе в Доме Твоем. Можем собраться для того, чтобы помолиться, для того, чтобы еще раз воззвать к Тебе, для того, чтобы поблагодарить Тебя. Поблагодарить Тебя за все возможности, которые мы имеем здесь, в этой стране, чтобы говорить о Тебе, чтобы рассказывать тем, кто еще не знает о Тебе. И также, Господь, хотим попросить Тебя милости и благодати Твоей, чтобы Ты послал тем, кто находится в трудностях, кто находится в переживаниях, там, где в гонении происходят. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе мы все имеем необходимое для жизни и благочестия. Благодарим Тебя за то, что мы можем собираться вместе и можем Тебе молиться. Господь, мы нуждаемся в Тебе, нуждаемся, чтобы Ты был с нами, нуждаемся, чтобы Ты благословил это собрание, чтобы Ты послал Дух молитвы, чтобы мы могли помолиться Тебе, могли возблагодарить Тебя и могли представить перед Тобой все нужды, которые есть у народа Твоего. Господь, просим Тебя и за нашу страну. Ты знаешь то, что происходит, Ты знаешь волнение. Мы просим милости Твоей. Просим милости Твоей на нас, на семьи наши, на страну нашу, на тех людей, от которых зависят какие-то решения. Понимаем, Господь, что все в Твоей руке, но Ты заповедал нам и сказал, чтобы мы молились, молились о стране, молились о городе, в котором мы живем, и мы просим Тебя, чтобы Ты послал мир, чтобы Ты послал милость свою над нами. Господь, нуждаемся в Тебе, нуждаемся, чтобы был сегодня с нами, чтобы Ты благословил наше общение, пребудь с нами, а за все Тебя благодарим, Бога нашего, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Мы споем общим пением «Люблю, Господь, Твой дом». «Люблю, Чытаный Город не хочет соответствуют Казану Кристос» «Люблю яов из людей, искупленных Кристос». От церкви, дорогой, собрание доживых Взрываю сердцем и душой всегда в мольбах своих Взрываю сердцем и душой всегда в мольбах своих Я знаю, разделю, с ней славу я твою С ней буду петь я пред тобой, спасенную душой Слава Богу! Мир вам, братья и сестры! Мир вам! Слава Богу за эту возможность, которую мы имеем Собираться здесь, молиться, благодарить Бога Именно за этот мир, который сейчас есть не у всех Слава Богу за то, что Он любит нас И только по Его милости Он хранил нас Весь этот непростой 2020 год И мы можем сегодня собираться и молиться друг за друга Мы продолжаем Неделя молитвы продолжается И сегодняшняя тема – это свидетельство об истине, личной и во всем мире Братья после меня еще будут говорить, о чем мы будем молиться У нас есть просьбы, нужды Но я хочу призвать нас с вами, чтобы мы поблагодарили Мы сегодня будем благодарить, потому что Слово Божье нам говорит за все благодарить Такой вопрос, за что обычно у нас в церкви, когда молятся, благодарят Бога? Мы знаем, вчера благодарили за семьи, за детей, за внуков, за родителей Люди благодарят за спасение, благодарят за здоровье Но так как у нас сегодня миссионерская тема Братья приготовили несколько благословений, которые мы имели в прошлом году И мы за них сегодня будем благодарить Бога И первое, за что мы будем благодарить – это за то, что Он не оставил нас одних Но, как и обещал, дает силу для благовестия Вторая – благодарность Богу за то, что Он не оставил нас И послал посланников от имени Христова, восвещающих Евангелие соседям, сотрудникам и одноклассникам Следующая – благодарность Господа за миссионеров, которые, несмотря ни на что, продолжают благовествовать И последняя – благодарность Господу за свободу вероисповедания, которую мы имеем здесь, в нашей стране Деяния апостолов 1.8 мы читаем такие слова «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли» Ученики, они были простыми людьми Десять из них – это были рыбаки И силы, как таковой благовествовать, рассказывать об истине у них не было, или было, скажем, немного Помните, когда Иисус был на суде, они не осмелились даже встать в Его защиту Но Иисус Христос ободряя их и говорит «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и только тогда вы сможете, у вас будет сила проповедовать Евангелие» Апостол Петр трижды отрекался от Иисуса Но когда Дух Святой сошел на учеников, когда они встали И Петр встал, сказал свою первую апостольскую проповедь Он сказал такие слова «Мужи израильские, да будет вам известно!» И рассказал им все Евангелие от начала и до конца И мы читаем, в Слове Божьем записано Когда он закончил свою речь, в Деянии 2.37 написаны такие слова «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам «Что нам делать, мужи и братья? Покайтесь, и докрестится каждый из вас» И мы знаем, что в тот день покаялись около трех тысяч человек Вот эта сила, которую дает только Дух Святой Только человек, когда принимает Духа Святого в свою жизнь У него есть сила для того, чтобы благовествовать Наша с вами цель, друзья, покориться Духу Святому до конца И только тогда мы сможем благовествовать и проповедовать Евангелие Да поможет нам Господь, друзья, быть благодарным за то, что Иисус Христос Господь не оставил нас одних, но послал Духа Святого Для того, чтобы мы имели эту силу и благовествовали о Нем Следующая благодарность Мы будем благодарить Бога за посланников от имени Христова Возвещающих Евангелие соседям, сотрудникам и одноклассникам 2 Коринфянам 5.20 мы читаем такие слова Итак, мы посланники от имени Христова И как бы сам Бог увещевает через нас От имени Христова просим Примиритесь с Богом Посланник – это человек, которого послал кто-то старше него, больше него И здесь, на земле, каждый из нас является посланником Отца Небесного Но если взять президента нашего У него во всех странах есть свои послы Вот они говорят именно то и делают то, что сказал им пославший его И мы с вами, друзья, на нас лежит ответственность Раскрыть миру суть Евангелия Мы являемся посланниками Иисуса Христа здесь, на земле На Крисмос наша молодежь пошла здесь по соседям Поздравляли их с Рождеством И они благодарили, написали потом письмо в церковь, что именно ваша церковь, ваша молодежь нас поздравила Им это было очень приятно Но они не говорили ничего от себя Они говорили о Христе, о воскресшем, о родившемся младенце Другие братья регулярно ходят с плакатами, благовествуют Мы знаем, на перекрестках есть и в Киркланде, и здесь у нас Но вопрос сегодня звучит, перед каждым из нас стоит этот вопрос Скольким людям я рассказал о Рождестве Иисуса Христа Сколько людей узнали от меня о любви Христа На работе, в школе, там, с кем я общаюсь, в магазине Да поможет нам Бог, друзья, чтобы мы не только благодарили Его Но и сами принимали непосредственно участие в том, чтобы еще больше и больше людей узнало о любви Иисуса Христа Следующая благодарность наша Мы будем благодарить Господа за миссионеров Которые самотверженно трудятся на полях благовестия, невзирая на трудности и преследования 2 Коринфянам 1, 8, 9 мы читаем такие слова Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении, о скорби наши, бывшие с нами в Асии Потому что мы оттягчены были чрезмерно и сверх силы Так что не надеялись остаться в живых Но сами в себе имели приговор к смерти Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых Апостол Павел, когда писал эти слова о коринфянской церкви Он почему-то решил, что церковь должна знать, как нелегко им проповедовать Евангелие Он много написал от себе Написал, что он был безмерно в ранах Боли и в темницах Многократно при смерти Три раза меня били палками Побивали камнями Три раза я терпел корабль крушения Много раз был в путешествиях, опасностях в реках В опасностях от разбойников И много-много он перечисляет Как нелегко было ему проповедовать и благовествовать народу Евангелие Вы знаете, сегодня ничего не поменялось В мусульманских странах, в Северной Корее В Африке миссионеров избивают Издеваются над их женами, издеваются над детьми Миссионеров сегодня убивают за то, что они проповедуют Слово Божие И сегодня, если посмотреть на нашу церковь и вообще на церковь здесь в Америке Немного тех, кто оставляет привычную, спокойную жизнь И посвящает себя на служение Богу, на служение благовестия Наша церковь поддерживает 19 миссионеров Один из них, которого мы только сейчас взяли в этом году Прислал отчет И они ездят по Украине с группой медиков Лечат людей и проповедуют И только их группа, они сказали, что 191 душа покаялась от их служения Слава Богу, братья и сестры Слава Богу, что есть, всегда были, есть и будут те, которые посвящают себя на это служение Но опять же вопрос звучит к нам Я знаю, что каждый из вас жертвует, и все эти миссионеры Они на поддержке церкви Но что я для этого делаю я? Что делает каждый из нас? Давайте будем проверять себя Если надо, может поменять что-то Больше участвовать в благовестии И последнее, за что мы будем благодарить Бога Это за свободу вероисповедания в нашей стране 2-й вселоникицам, 3-я глава, 1-й стих Мы читаем такие слова Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось И прославлялось, как и у вас И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей Ибо не во всех вера Как тогда, 2000 лет назад, дьявол препятствовал распространению Евангелия Так и сегодня ничего не поменялось Готовясь к этой проповеди, я посмотрел много информации И хочу вам немножко ее зачитать Сегодня более 260 миллионов христиан Подвергаются гонению по всему миру И эта цифра на 6% больше, чем была в предыдущем, 2019 году Только в тюрьмах Северной Кореи Находятся, по разным данным, от 50 до 70 тысяч человек В Ираке до 2003 года проживало полтора миллиона христиан На сегодняшний день их там осталось 120 тысяч Я хочу, чтобы вы услышали эту цифру Только в 20 веке было замучено 25 миллионов христиан Это больше, чем за предыдущие 19 веков Слава Богу, братья и сестры, что в нашей стране Мы можем свободно вот так собираться, молиться Богу Благодарить Его за то, что Он дает нам вот эту свободу вероисповедания Мы можем свободно здесь собираться Но вы знаете, не всегда так будет С каждым годом в нашей стране В правительстве все меньше и меньше людей У которых христианские ценности в приоритете И если придет новый президент То, по некоторым данным, министром обороны, министром образования Будут люди, которые активно поддерживают ЛГБТ Мы должны молиться, друзья Благодарить Бога за то, что у нас есть эта свобода Мы сегодня благодарим Бога за то, что можем спокойно собираться Но давайте мы не только будем благодарить Но мы будем рассказывать об этой свободе всем Свободе в Иисусе Христе, которую дает только Он Конечно, это страшная статистика, которую мы прочитали Но мы должны благодарить за это Благодарить за то, что мы можем молиться друг за друга Сегодня Господь говорил нам через Слово Свое Что мы должны благодарить за все Но мы сегодня конкретно благодарим Вот на экране у вас те благодарности За которые мы сегодня будем благодарить Бога Первое – это за то, что Он не оставил нас одних Но, как и обещал, послал Духа Святого Который и сегодня дает силу для благовестия Следующая благодарность – за то, что Он откликнул За то, что откликнулись люди и стали Его посланниками Третья – благодарность за миссионеров Которые, несмотря ни на что, продолжают трудиться на полях благовестия И также будем благодарить за свободу вероисповедания Которую мы имеем в нашей стране Иисус Христос перед тем, как уйти, вознестись на облаках Оставил повеление Сегодня это повеление звучит и для каждого из нас Итак, идите, научите все народы Крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Учая их соблюдать все, что Я повелел вам И сей я с вами во все дни до скачания века Аминь Да поможет нам Господь исполнить это в нашей жизни Помолимся Научи меня, Боже, молиться Твой священный закон соблюдать Научи гордым сердцем смелиться Твою волю во всем исполнять Твою волю во всем исполнять Чтобы жил ты во мне безраздельно Твой святой, что во мне пребывал Чтоб любил я тебя беспредельно И лишь имя Твое прославлял И лишь имя Твое прославлял Чтоб мы драгоценною кровью Чистым сердцем Своем я хранил И святой, бескорыстной любовью Всей душой Своим ближних люби Всей душой Своим ближних люби Господи, в туманной и метели Будет виден свет Твоей звезды Господи, до самой темной щели Возгласят, что мир явился ты Пусть над миром буря страшно злится Пусть глаза нам застилает зло Будем с верой Господу молиться Светлое Христово Рождество В этот праздник ласковый и нежный Как бы трудно ни было нам жить Самое мы вспомним дорогое Будем и молиться, и любить Тех, кто соберется в этот вечер Тех, кого не будет среди нас И когда зажгутся в мире свечи Вспомни, Боже, и помилуй нас Дай нам радость в этот праздник Боже, звездный свет свой В души зарони Нас и тех, кто нам всего дороже Господи, до неба доведи Аминь Наша жизнь Неразрывно в едином священном союзе За крестом мы пойдем Пойдем, пойдем Неразрывно в едином священном союзе За крестом мы пойдем Пойдем, пойдем Бог наш царь и отец Он хранитель наш верный Лучший друг морю горя и слез В днем любовь бесконечно В ней нет перемены Боже, моря, наяче солнца и звезд В днем любовь бесконечно В ней нет перемены Боже, моря, наяче солнца и звезд Иисус, вот наш Божь Без рассвета и закаты Честь всю жизнь имя то пронесет Без вины, осужденный за нас был распятом По следам мы его пойдем, пойдем Без вины, осужденный за нас был распятом По следам мы его пойдем, пойдем Более жизнь, доле смерть Даже ужас, мучений, Ведь ничто имя то не согрет. Она кровью святою написана в сердце, И она там живет, растет, светет. Она кровью святою написана в сердце, И она там живет, растет, светет. Приветствую, братья и сестры. Я вот смотрю на наше молитвенное собрание и вспоминаю вопрос, который задавал Андрей Павлович нам. Какое благословение 2020 года. И вот смотря на наше молитвенное собрание, я понимаю, что мы как-то благодаря прошедшему году, я так понимаю, мы начали по-особому ценить молитвенное служение в начале года. Я не помню такого года, чтобы вот так вот мы верно и столько много наших братьев и сестер приходили на молитвенное собрание. Мне так кажется, братья, да? Вы заметили? Очень много приходит на молитву. Слава Богу, братья и сестры. И сейчас еще нам нужно, есть нужды к молитве, друзья, есть тема, о которой мы немножко порассуждаем и еще раз помолимся сегодня в день молитвы, рассуждая об истинных Господних. Я прочитаю два места, которые записаны в начале. Два места, потом еще несколько мест мы вспомним. Первое место, известное нам, Матфея 5 глава. 14 и 16 стих. Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И второе место, это 2 Коринфянам, 3 глава. Второй и третий стих. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вот два места, друзья, они разные, разные люди об этом говорят, но мысль и истина одна, друзья. Эти два места, они говорят о том, что Бог распространяет свою истину, распространяет свое слово, открывается в этом мире через нас с вами, через меня, друзья, и через каждого из вас. Написано, вы свет миру, ты брат, ты сестра, свет этому миру. Второе место говорит, вы письмо, братья и сестры, я письмо, и ты сестра, и брат, ты письмо. Ты письмо, которое написано, читаемое и узнаваемое всеми человеками. Братья и сестры, письмо, это, о котором говорит здесь апостол Павел, это не сочинение, да? В сочинении мы можем писать то, как я воспринимаю, как я понимаю, то, что я запомнил, да, вот я свою версию передаю, это сочинение. Но здесь письмо написано, которое написано Духом Божиим. То есть письмо наше, это то, что производит во мне Бог. Дух Божий написал это на плотяны скрижалях нашего сердца. В нашем сердце что-то пишет Бог через Духа своего святого. Что-то Бог пишет, и вот это Писание, оно видно людьми, которые написано читают и узнают. И это не просто Божие действия, друзья, это не только Божие действия, это и наше действие. Мое действие, вот чуть дальше в этой главе, Коринфянам он пишет, как вот это происходит Писание Духом Святым и какое наше участие. 18 стих, последний стих 3 главы написано, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы славу, как от Господня Духа». Вот это вот наша часть, братья и сестры. Когда мы думаем, вот как Богу написать что-то в наших сердцах, чтобы это было видно этому миру, чтобы мы стали письмом, чтобы мы стали светом, написано, мы открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Братья и сестры, это наша сторона. Когда мы смотрим на Господа, когда мы приближаемся к Богу, когда мы ищем лица Его, когда у нас общение, когда мы хотим узнать о Боге больше, когда происходит вот этот процесс познания нашего Бога, происходит вот это преображение. И тогда Дух Божий в нашем сердце начинает писать. И этот почерк, особый почерк, Библия говорит, этот почерк узнается и читается всеми человеками. Как-то одного брата служителя из России пригласили в Америку для того, чтобы он провел здесь некоторое служение. И он перелетал с России, у него был полет, по-моему, пересадка у него в Лондоне была. И вот в полете рядом сидела молодая девушка, и наш брат служительный, он решил засвидетельствовать о Христе. И он начал спрашивать, откуда, где, оказывается, она родилась в России, но живет в Америке. И она тоже летела в Америку, и брат начал спрашивать о Боге, о Христе, вы, говорит, христианка, вы о Боге что-то знаете? Он говорит, нет, я не христианка, о Боге очень мало знаю. И брат удивляется и говорит, как вы не знаете? Вы в Америке живете уже много лет? Там же, говорит, все верующие. А эта молодая женщина на него так нисходительно улыбнулась, посмотрела на него, и она говорит, вы, наверное, первый раз в Америку летите. Говорит, посмотрите, как живут в Америке. Посмотрите на их жизнь, говорит, почти все с ями разрушены. Посмотрите, какая у них речь. Вы туда приедете и обратите внимание, как они одеваются. Посмотрите, как они разговаривают. Посмотрите, сколько там погибают людей в пьянстве и в наркотиках. Говорит, там верующих нет. И брат говорит, такую мысль оказывается, друзья, даже неверующие люди, которые о Боге очень мало знают или вообще ничего не знают, они смотрят, они смотрят, они понимают, какие верующие должны быть. Даже если мы называемся верующими, они понимают, что верующий вот такой должен быть, какое-то представление определенное у людей неверующих есть. И они смотрят на это и дают свою оценку. Братья и сестры, на нас тоже пристально смотрим, хотим мы или нет. Кто-то незаметно, кто-то заметно смотрит на нас и смотрит на нашу жизнь. Дал бы Бог, друзья, чтобы мы действительно были тем письмом. Вот это вот первая наша нужда сегодня. Мы будем молиться о том, чтобы мы были письмом Христовым, достойным доверия. Мы с вами, братья и сестры, вот уже несколько месяцев изучаем деяния святых апостолов. И основная мысль деяния святых апостолов, вот цель написания этой книги, мы с вами об этом не раз повторяли и говорили вот за время нашего такого церковного разбора. Центральная мысль, вот это записано в первой главе деяния святых апостолов, восьмой стих первой главы, и там апостол пишет такие слова. Сам Христос говорит об этом. Христос говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Братья и сестры, сила Духа Святого, силу, которую Бог хочет нам дать, не для того, чтобы совершались какие-то чудеса и знамения. Сила Духа Святого не для того, чтобы мы просто в небе с вами оказались, чтобы вот сохранили жизнь вечную. Написано, что сойдет на нас Дух Святой, Дух Святой будет в нас совершать работу, будет в нашем сердце, и даст нам силу для того, друзья, чтобы мы были свидетелями Его. Свидетельство может быть словом, может быть и делом. Простая мысль, о которой мы все с вами знаем, вот апостол Павел Ефесян нам об этом говорит. Он говорит, прошу, чтобы молились за меня. Помните, шестая глава? Он говорит, молитесь и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне и должно. Вот это вот наше служение, которое не только служение апостола Павла, но каждого искупленного Иисусом Христом, устами открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Апостол Павел в Римлянам, то же самое эту мысль он подтверждает и говорит в 10 главе Римлянам. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Братья и сестры, уже было у нас, да, вот первое слово мы слышали, дал бы Бог проверять нам, друзья, как действительно наш язык, наши уста участвуют в том, чтобы исполнять вот эту заповедь Господню, свидетельствовать о Боге нашими устами. И не только устами, да? И не только устами. Помните апостол Петр, второе послание Петра, первой главе там написано, что познавшим от Бога, он дальше говорит, пятый стих, «Итак, покажите вере вашей». Покажите вере вашей. И там написано, да? Покажите добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, любовь, благочестие. Покажите, друзья. Вот в нашем благовестии нам нужно и показывать, не только поговорить, но и показывать надо. Показывать то, что совершает Господь. Вот этот почерк, действие Духа Святого, он должен быть виден, это должно быть показано. Показано. Интересная очень мысль тоже апостол Петр в первом послании, помните, он пишет женам, у которых неверующие мужья. И там вообще интересная мысль. Он говорит, что, чтобы житьем жен вот эти неверующие мужья без слов приобретаемы были. Апостол Петр говорит, вот в таких случаях не проповедуйте, не проповедуйте устами, говорит, без слов приобретаемы, чтобы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Друзья, иногда в нашей жизни может быть и не надо устами говорить, но без слов тоже происходит приобретение. Я тоже слышал свидетельство одного служителя. Он рассказывал о том, как в Казахстане он жил, и они как-то благовествовали, и покаялась одна женщина. Через некоторое время тоже пришла в церковь, и покаялась ее дочь. Но муж не каялся, муж был большим начальником, и проходили годы, и братья приходили к нему, беседовали, приглашали. Он не приходил никогда на собрание и говорит, я очень неверующий человек, вы меня не убедите, пожалуйста, оставьте меня в покое. И годы проходили. Жена молилась, дочь молилась. Прошли годы, и этот брат-служитель встретился с этим человеком в Германии. Прошло почти 20 лет, они переехали в Германию, и они встретились в церкви. И этот брат-служитель так обрадовался, говорит, слушай, расскажи, что случилось. Сколько раз, говорит, сколько лет мы с тобой встречали, сколько лет мы приглашали, сколько лет мы благовествовали тебе. Он говорит, ты знаешь, я, говорит, 20 лет смотрел за моим соседом. Оказывается, возле них, буквально напротив, жил сосед, христианин с их церкви, служитель он был тоже. И говорит, я 20 лет смотрел, как он живет. Я смотрел, как он с женой разговаривает. Я смотрел, как он разговаривает со своими детьми. Я, говорит, через окно смотрел, как он со своей собакой разговаривает. У них корова была, говорит, я обращал внимание, как он со своей коровой разговаривает. И говорит, прошло 20 лет, я, говорит, понял, что на самом деле Бог есть. Дал бы Бог нам, друзья, такое сострадание, сострадание к погибающим, чтобы сердце наше переживало тех, кто погибает. Чтобы вот мы помнили вот это место, неужели откажешься от обреченных на убиение, чтобы и словом, и нашей жизнью мы были письмом Христовым и свидетелями о спасении. Мы сегодня еще будем молиться о правительстве нашей страны. Место, да, которое призывает нас это делать. Первое, Тимофею, вторая глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот есть конкретный призыв, братья и сестры, чтобы мы молились, и сегодня тоже помолимся об этом, чтобы Бог благословил мира правителей и правителей нашей страны, особенно действительно сегодня, в эти дни, особенно когда там какие-то смуты происходят, волнение и в нашей стране. Дал бы Бог, чтобы мы молились об этом. И молитва за благоденствие вот в нашей стране не для того действительно, чтобы нам как-то хорошо и спокойно было жить, но вот цель за этого, да, чтобы было благочестие и чистота. И мы с вами прочитали, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. Будем молиться, друзья, чтобы и в нашей стране, невзирая на то, кто президентом станет, какое правительство у нас будет, чтобы мы могли жить в благочестии и чистоте, и чтобы совершалось спасение, чтобы были возможности для проповеди Евангелия, для нашего свидетельства, чтобы было место, куда мы могли приглашать тех, кто нуждается в спасении. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Мы также будем молиться о городе, где мы живем, о штате нашем. Иеремия об этом говорит тоже. Молитесь о благосостоянии города и молитесь за него Господу. Между прочим, перед этим стих написано, что так говорит Господь Саваоф. Сам Бог говорит, молитесь о городе, куда я переселил вас, где вы живете. Молитесь об этом, чтобы Бог благословил и будет мир. Еще раз помолимся о миссионерах. Уже много было сказано о наших миссионерах, о миссиях во всем мире, которые несут весь спасение. Апостол Павел, он был первый миссионер, наверное, да, христианский, такой христианский миссионер Евангелия. Первый миссионер апостол Павел, и мы уже читали с вами, он говорит, молитесь о мне, чтобы мне было дано слово. А в другом месте, в Римлянном 15 главе, он так говорит, умоляю вас, братья, умоляю. Есть служители, которые умоляют, братья и сестры, нас, как апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом, подвизаться в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться от неверующих в Иудее и чтобы дальше, он говорит, совершить мне мое служение. Братья и сестры, я знаю, что есть много тех миссионеров, тех служителей, которые нуждаются в наших молитвах, которые, может быть, у них нет возможности умолять нас открыто. Часто мы слышим нужды миссионеров, часто мы можем действительно где-то помочь, подвизаться в молитвах за них, но сколько тех, о которых мы не знаем, но которые сегодня умоляют подвизаться в молитвах к Богу, чтобы им совершить свое служение. Как-то в своей жизни я тоже провел некоторое время с миссионером, который трудится на Севере, и так интересно с ним беседовать, слушать его свидетельства о том, как Бог действует, и что это стоит, друзья, что это стоит на самом деле быть миссионером. Интересно, что вот жена его говорит, особенно первое время, когда они на Севере трудятся, и говорит, особенно в условиях Севера, когда приходится ехать на благовестие запланированное, и когда мороз опускается 50, минус 50, минус 55 градусов Цельсия. Это такая температура, когда железо не выдерживает, оно крошиться начинает. И мы, говорит, мы понимаем, когда мы отправляемся в таких условиях на благовестие, что, говорит, мы не можем надеяться на нашу технику. И мы, с другой стороны, прекрасно понимаем, что любая авария, любая поломка в дороге – это почти реальная смерть. И действительно, даже когда мы там были, когда немножко тает снег, и вы едете по северу, и очень часто, иногда каждый километр, каждый полтора километра вы видите крестики маленькие, люди погибшие по дороге, прям очень часто это заметно. Это действительно очень опасно. И жена этого служителя говорит, первые годы, когда я провожала мужа своего на благовестие, мы, говорит, прощались как перед смертью. Он говорит, на сколько едешь? На три дня. Но, говорит, три дня – это никогда не три дня, иногда это три недели, иногда это, говорит, месяц проходит. А связи нет, телефонов нет, дорог нет. И, говорит, вот каждый раз Бог нас так учил, говорит, теперь немножко я привыкла к милости Божией, привыкаешь немножко к таким трудностям, говорит, а первое время было очень тяжело. Мы, говорит, каждый раз прощались, мы прощались как перед смертью. И сам брат, между прочим, говорит, вот очень много, когда таких трудностей, испытаний в миссионерском служении, говорит, вы не представляете, как, говорит, мы ощущаем молитву братьев и сестер. По всему миру мы знаем, что за нас молятся, и, говорит, это настолько дает нам силы, поддержку, потому что мы знаем, что за нас молятся. Наш труд поддерживают, а нас молятся, и Господь за это нас хранит и благословляет. «Как веровать без проповедующего?» – спрашивает апостол Павел в послании к римлянам. Это действительно, братья и сестры, первопроходцы, это те, которые идут в трудности, встречаются с опасностями. Вот брат Виталий сказал, да, о тех, как много сейчас действительно мест, где реальная смертельная опасность, где трудности, где переживания, где быть миссионером или засвидетельствовать о Боге. И это не просто набраться смелости, когда ты действительно знаешь, что за этим могут быть самые серьезные последствия. Я тоже немножко посмотрел, и даже там такой длинный список мест и стран, где действительно миссионером быть – это подвергаться смертельной опасности. Бирма, Китай, Индия, Иран, Нигерия, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Вьетнам, Египет, Турция, Сомали, бывшие республики Советского Союза некоторые, которые тоже притеснение там. И еще список такой продолжается очень долго. Это там, где, друзья, нужна действительно поддержка тем, которые несут Евангелие. «Умоляю вас, братья, Господом нашим, в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в иудеи и чтобы исполнять служение свое». Мы сейчас будем молиться, друзья. Я бы хотел, чтобы мы помолились об этих нуждах. Иаков, апостол, пишет «много может усиленная молитва». Братья и сестры, усиленная молитва тогда, вот наша молитва усиливается, когда мы вслух молимся, усиливается она тогда, когда мы всей церкви молимся. Это усиленная молитва, о которой апостол Лаков говорит «многое может». Многое может усиленная молитва праведного. Помолимся о том, друзья, чтобы сегодня каждый из нас был письмом Христовым, чтобы каждый из нас сегодня переживал о том, чтобы и словом своим, и делом искать эти возможности, использовать каждую возможность для того, чтобы людям, которые погибают, у которых нет будущности, которые обмануты грехом и этим миром, чтобы мы и словом, и делом могли нести им благую весть. Помолимся о правительстве нашей страны, помолимся также сегодня о нашем штате, о городах, в которых мы с вами живем, и помолимся еще раз о миссионерах, о миссиях, которые во всем мире несут весть Евангелия, невзирая на обстоятельства, невзирая на трудности, невзирая на опасности. Пусть Бог благословит, друзья, нас не только сегодня, но нести это служение, служение молитвы за себя и за тех, кто несет весть Евангелия. Аминь. Давайте помолимся об этом. Молитва – средство, которое мы имеем для общения с Богом, с нашим Небесным Отцом. Я думаю, каждый из нас, кто испытал силу молитвы, по-особенному ценит молитвой, по-особенному ценит время, когда мы можем собираться и молиться. О молитва, о молитва, в жизни Богом ты дана. Давайте мы встанем, споем общим пением. После этого будет участие семьи Рябец, и после этого братья еще поучаствуют. О молитва, о молитва, в жизни Богом ты дана. Песня. 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 Вечер с небом ветерым, И такой же лудый сердце В этот вечер ядомит. Но смирившись на прав, Со снезами на рачах, Я скольпля Иисуса у моря. О, мой Бог, Ты знаешь все, На душе так тяжело, Я из ночи, Ты почти упал. Боже мой, радость нелегка, И беспечно не хочу. Пусть страдания и скорби На пути своем найду. Об одном прочтой вечер, Шумя жду слова всегда, Как Твоя сестинная рука. На плечах лежит Мои, И среди жительских бит, Ободряет ласково меня. Евангелие от Иоанна, первая глава. В начале было слово, И слово было у Бога, И слово было Бог. Оно было в начале у Бога, Все через Него начало быть, И без Него ничто не начало быть, Что начало быть. В Нем была жизнь, И жизнь была свет человеков, И свет во тьме светит, И тьма не опела его. Был человек, посланный от Бога, Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, Чтобы свидетельствовать о свете, Дабы все уверовали через Него. Он не был свет, Но был послан, Чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, Который просвещает всякого человека, Приходящего в мир. В мире был, И мир через него начал быть, И мир его не опознал. Пришел к своим, И свои его не приняли. А тем, которые приняли его, Верующим во имя его, Да власть быть чадами Божиими, Которые не от крови, Не от хотения плоти, Не от хотения мужа, Но от Бога родились. И слово стало плотью, И обитало с нами, Полное благодати и истинь. И мы видели славу Его, Славу, Как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, И воскресая, говорит, Сей был Тот, О Котором я сказал, Что идущий за мною, Стал впереди меня, Потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы приняли, И благодать на благодать. Ибо закон дан еще из Моисея, Благодать же и истина, Произошли еще из Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, Сущий в недре очи, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, Когда иудеи прислали Из Иерусалима священников и левитов, Спросить его, Кто ты? Он объявил, И не отрекся, И объявил, что я не Христос. Спросили его, Что же, ты или я? Он сказал, Нет. Пророк? Он отвечал, Нет. Сказали ему, Кто же ты? Чтобы нам дать ответ, Пославшим нас, Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, Я глаз вопиющего в пустыне, Исправьте путь к Господу, Как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. И они спросили его, Что же ты крестишь, Когда ты ни Христос, ни Илья, ни пророк? И Он сказал в ответ, Я крещу в воде, Но стоит среди вас некто, Которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, Но который встал впереди меня. Я не достойна развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре, При Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, Идущего к нему Иисуса, и говорит, Вот агнец Божий, Который берет на себе грех мира. Сей есть Тот, о Котором я сказал. За мною идет муж, Который стал впереди меня, Потому что был прежде меня. Я не знал его, Но для того пришел крестить в воде, Чтобы он явлен был Израилю, И свидетельствовал Иоанн, говоря, Я видел Духа, сходящего с неба, Как голубя, И пребывающего на нем. Я не знал его, Но пославший меня крестить в воде, Сказал мне, На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, Тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, Что сей есть Сын Божий. Аминь. От смерти душу Ты мою избави, От прервновений на пути и слез, На камни ноги навсегда постави, И на скалу спасения вознес. Тебе хвала моя не перестанет, Я буду петь твой бодок одежит, Пусть и в нашей жизни эта песня станет, Которую в устоты мне вложи. Извлек меня из роги на подбране, Креху я был оставлен чуть живой, И низко наклонившись со страданий, Коснулся ран души своей рукой. Тебе хвала моя не перестанет, Я буду петь мой бодок одежит, Пусть и в нашей жизни эта песня станет, Которую в устоты мне вложи. Нашел меня, как добрый самарянин, С любовью позаботился о мне, И я уже не просто прихожанин, А гражданин твоей святой семье. Тебе хвала моя не перестанет, Я буду петь мой бодок одежит, Пусть и в нашей жизни эта песня станет, Которую в устоты мне вложи. Слава Богу! Приветствую вас, братья и сестры! У нас еще одна молитва предстоит о миссионерском отделе И о всех школах нашей церкви. Это школа русского языка, это воскресная школа, Это наша христианская академия. Филиппийцам 1 глава, 27-28 стихи. Только живите достойно благовествования Христова, Чтобы мне приду ли я и увижу вас, Или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, И подвизаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, А для вас спасение. Вот такой текст. И мы много слышали сегодня о благовестии, о миссионерах. Мы слышали о том, что мы являемся письмом, Что мы должны распространять вокруг себя благоухание. И в нашей церкви миссионерский отдел есть. Он существует очень давно, Когда поддерживались миссионеры, Которые жили в тех странах, В тех республиках, в которых мы выехали. Это служение постоянно видоизменяется, Адаптируется к новым реалиям. Поэтому братья трудятся. И братья, которые отвечают за служение Школ миссионерского отдела, Вы их знаете. Они перед вами. Это Виталий Яковлевич, Виталий Степанович, Алексей Сергеевич, Илья Сергеевич. Это братья, Которые ревнуют об этом служении. Можно спросить, Ну а каким образом, может быть, Школа относится К деятельности такой миссионерской, К деятельности благовестия. Очень просто. Почему? Потому что детей Нужно с детства учить Быть миссионерами. И, наверное, Самая лучшая миссионерская работа, Братья и сестры, Которую мы с вами можем делать, Будучи родителями, Это если, глядя на нас, Наши дети, придя в сознательный возраст, Захотят остаться в церкви. И не просто по привычке Или потому что им больше некуда пойти, А потому что они Увидят красоту Христа. А потому что они действительно Познают и вкусят, как благ Христос. Вот в этом, наверное, Венец нашей миссионерской деятельности Как родителей. И учителя, которые занимаются С нашими детьми И оказывают серьезную Вспомогательную работу, Научая их христианским истинам. Может быть, как-то систематически Показывая им написание На библейские истории, Показывая им И подводя к той же самой идее, Которой мы приводим их каждый вечер, Читая с ними Библию и молясь вместе. Я думаю, любой учитель Воскресной школы, Школы русского языка, Учитель академии, Он действительно радуется, Когда видит своих воспитанников Может быть, Пять, десять, пятнадцать лет спустя, Как они уже члены церкви, Как они служители, Как они уже Сами несут служение И учат других людей. Писание нам говорит о том, Что вот такое благовествование, Которое вы слышали от начала, Чтобы мы любили друг друга. Вот это, наверное, самое основное, То, что движет, Должно двигать любым служением в церкви, Особенно служением благовестия, Особенно служением с детьми. Поэтому сегодня, Когда мы будем молиться, Молиться об этих служениях нашей церкви, Мы радуемся, То, что есть у нас Вот такое служение с детьми, Есть у нас школы, Есть у нас миссионерский отдел, Есть у нас братья и сестры, Которые вовлечены в этот труд. Ну, чтобы и мы с вами Не только не забывали о них молиться, Но и помнили, Как братья уже говорили, Сегодня много раз, Многообразно, О том, что мы с вами должны быть Тоже миссионерами, И подчас без слов. Живите достойно, да? Что такое достойно? Достойно, Это, оказывается, Есть какая-то планка, Которую понижать никак нельзя. Иногда люди, приходя в церковь, Ну, так уж усиленно Висят на этой планке и прыгают, Что если даже планку, Может быть, не удается согнуть, Так они со столбами готовы ее закопать. Вот. Но жить достойно благовествования Христова Означает эту планку держать. А может быть, Даже для себя иногда принимать решение И ставить ее еще выше. Как-то брат у нас в церкви проповедовал, И он говорит, Иногда такое ощущение складывается, Когда говорят, вот это можно, это нельзя. Вот посередине как бы такой забор стоит. Там можно, а здесь нельзя. Говорит, и было бы такое, наверное, Возможность, все бы на заборе сидели. Вот. Вроде как и хочется, Что нельзя, но и боишься. Вот. А нам нужно все-таки Эту планку, вот это достоинство Жить достойно благовествования Христова Выдерживать И может даже В чем-то повышать. Почему? Потому что это нас отличает. Это ставит нас Отделенными Святыми. Это и есть то благовестие Без слов. Когда мы являемся Не такими, как другие. Это и есть то, что Привлекает людей в церковь. Вот этот мир, все это мирское. Для этого не нужно идти в церковь. На каждом углу его можно найти. И поэтому Нету смысла Здесь делать в церкви то же самое. Для этого достаточно Других учреждений, заведений. А мы все-таки здесь призваны Проповедовать Христа. И вот это чистое Евангелие, Которое Имеет определенную планку. И вот это достоинство Жить достойно Благовествования Христова. Вот к этому Господь нас призывает. К этому Господь призывает нас сегодня Учить наших детей. И поэтому мы сейчас будем совершать молитву. Если у вас, братья и сестры, Будет желание Молиться об учителях. Молиться о всех миссионерах, Которых мы поддерживаем. Молиться о всех тех, Которые жертвуют на это служение. Вы тоже можете помолиться. И я тоже совершу молитву. Слава Господу за эти служения, За эти отделы, которые Есть в нашей церкви. За участие, за ту работу, Которая совершается. Аминь. Помолимся. Отец мой Небесный, Благодарю Тебя за безмерную Благодать и милость Церкви спасения, Господи. За то, что Ты На протяжении вот Прошедшего года и в этом году Являешь милость, Господи. За то, что побуждаешь сердца братьев и сестер Приходить в дом молитвы. В эту неделю молитвы Для того, чтобы Возвать к Тебе, Господи. Чтобы голос наш был услышан На высоте. Мы благодарны Тебе За эту весть благую. Весть спасения и весть Евангелия, Господи. Которая В определенное время Дошла до каждого из нас, Господи. За то, что Мы приняли эту весть спасения И являемся детьми Твоими, Господи. Помоги жить достойно Этой Евангелия, Господи. Достойно этой вести спасения, Господи. Помоги жить достойно имени Твоего, Чтобы мы не только назывались, Но и были детьми Твоими, Господи. Благодарю Тебя за служение Миссионерского отдела, Миссионерской кухни, Господи. За всех братьев и сестер, Которые подвязаются В этом служении, Господи. Которые жертвуют временем. Также за всех братьев и сестер, Которые жертвуют средствами. В этом Ты благословляешь нашу церковь. Мы благодарны Тебе за это. Благослови все эти средства, Господи, которые употребляются На то, чтобы весть Твоя благая Она достигала В самые отдаленные уголки земли. На строительство молитвенных домов. На проведение лагерей. На всякую помощь, Господи, Для нуждающихся. Мы благодарны Тебе за это. Также мы просим Твое благословение И на все школы, Господи, Которые есть в нашей церкви. Школа русского языка. Воскресная школа. Академия, Господи. Мы благодарны Тебе За всех учителей. За всех помощников, Которые также полагают Своё время, Господи, Приносят Тебе эту жертву Для того, чтобы с детских лет Дети наши могли быть научены Истине, Господи. И мы благодарны за это время, За это служение, за их труд. Мы также благодарим Тебя, Господи, За всех детей, которые находятся В этой школе. Мы верим, что это для них на пользу, Господи, что через это Они приближаются к Тебе. В этот час мы также просим Тебя И за всю систему образования В стране нашей, Господи. За все государственные школы, Из которых некогда Изгнали Тебя, Господи, Чтобы и в этих школах, Господи, Также был страх Твой, Господи. Благослови учителей, Которые там преподают, Чтобы и они, Господи, имели страх Пред Тобой, чтобы они Преподавали науке, Как это хочешь Ты, как угодно Тебе, Господи. Еще раз благодарим Тебя За это время молитвы, Когда можем склоняться молиться О церкви нашей, о всех служениях. Еще раз благодарим Тебя, Господи, Поклоняемся Тебе, С верой взираем на Тебя И в этом предстоящем году верим, Что поможешь, Господи, Усмотришь все по великой благодати И милости Твоей. Храни нас в руке Твоей за все Тебе Слава и благодарность. Аминь. Аминь. Я, знаете, о чем подумал? Вот этот сигнал, Амбра Лорд, Говорит о том, что где-то с ребенком что-то случилось. Я вот подумал, мы молимся за детей, За миссионерский отдел, И, наверное, нам этот сигнал, да, Вот если бы он нам на протяжении года, Что детей надо спасать, С детьми что-то случится, Грешников надо спасать, Где-то с грешниками что-то случается. Вот об этом мы молились сегодня, И мы же молимся не о том, что, Господи, ты кого-то ищи, И кого-то посылай. Мы молимся о том, чтобы нам это делать, Правда? Мы молимся не друг за друга, Вот ты, брат, или ты, А каждый о себе, Чтобы мы могли в этом году действительно это делать, Заботиться о детях, И заботиться о грешниках, И проповедовать, и нести весь Евангелие. У нас был служительский ретрит наш, С братьями, в прошлом месяце. И вот там мы делали такую анкету По самым разным духовным проблемам, Состояниям нашим. И один из вопросов там был, Сколько раз, вот каждый из служителей В прошлом году засвидетельствовал людям неверующим. И было несколько таких вариантов выбора. И слава Богу, что большинство братьев Поставили более десяти человек. То есть в прошлом году более чем десять человеком Каждый засвидетельствовал неверующим. Я подумал, что если бы в этом новом году Каждый член церкви это сделал, Десяти человеком засвидетельствовал, Это двенадцать тысяч человек. Мы могли уже засвидетельствовать слово Евангелие. И это было бы хорошо, Это было бы благословение. У нас медиаотдел, Мы будем завтра молиться за медиаотдел. И как-то вот брат Виталий, Напомню, если я не прав, По-моему, семьдесят стран смотрят, да? Семьдесят стран смотрят наши служения. Это слава Богу. Это тоже метод благовестия, Когда в семидесяти странах мира Смотрят наши богослужения. Слава Богу за это. Это тоже путь вот такого Нашего церковного благовестия. Но мы говорили не только о церковном, О личном благовестии. Чтобы каждый из нас в этом году Мог это делать, служить для Господа. Поэтому дай Господь, чтобы это было в нашей жизни В этом году. Следующий. Завтра у нас продолжение недели молитвы. И наша тема завтра Истинная радость даже среди страданий. Несмотря на то, что мы живем в Америке, Есть у каждой семьи свои переживания, скорби. Есть страдания, есть какие-то особые молитвы. И мы будем завтра об этом говорить И будем молиться. Бог дает радость. Есть наши братья и сестры, Которых разные страдания. И материальные страдания. Есть и переживания и трудности. Те, кто живут в других странах. И мы будем молиться об этом. Поэтому приходите завтра, чтобы нам помолиться. Завтра также принести нужды. Ну и сегодня в России начинают праздновать Рождество. И святый вечер. Поэтому с Рождеством вас, братья и сестры. Слава Господу нашему. За то, что мы можем праздновать и по несколько раз. И вспоминать это событие. Поэтому завтра это и день Рождества тоже. И мы тоже можем этому радоваться и прославлять Господа. Помолимся Господу в заключении этого собрания. Наш Господь, мы благодарны Тебе вот за это время общения нашего. За то, что мы можем молиться Тебе. Мы верим, что Ты услышишь. И мы верим, что Твой ответ будет в том, что Ты по-особому будешь касаться сердца каждого из нас. И Ты нас будешь побуждать, чтобы мы делали то, о чем мы просили. Благослови, Господи. И не дай нам быть спокойными, умиротворенными, самодовольными. Дай, Господи, нам помнить, что Ты оставил Церковь, чтобы мы выполняли то, что угодно Тебе. Твою волю, чтобы мы исполнялись здесь на земле. Чтобы мы благовествовали, проповедовали Слово Твое. Свидетельствовали жизнью своей. Свидетельствовали любовью друг к другу. Благослови нас быть таковыми в этом новом году, который Ты даруешь нам. Чтобы мы могли проповедовать друг другу, грешникам, детям нашим. Чтобы Твое Слово, истина Твоя могла распространяться и дальше. Господи, помоги вот этому ребенку, о котором мы слышали, был этот сигнал. Мы не знаем, что происходит, Господи. В Твои руки мы доверяем и просим у Тебя помощи. Мы просим еще раз благословения на страну нашу в это неспокойное время. Этих решений, которые принимаются в правительстве. Господи, Ты сохрани нас, Церковь, верующих людей здесь, в этой стране. Чтобы была свобода собираться и проповедовать Твое Слово. И благослови нас и в дальнейшем. И завтра прийти сюда, в это место, в дом молитвы, чтобы Тебе помолиться. Благодарим Тебя еще раз за это время общения. Просим Тебя с миром Твоим распусти всех нас. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует.